Борьба с фашизмом, который все силы отдает российская армия на Донбассе, началась не вчера и даже не в годы Великой Отечественной. Первым плацдармом вооруженного противостояния стала Гражданская война в Испании 1936-1939 годов, одно из наиболее трагических событий прошлого столетия. Советский Союз принимал участие в борьбе против франкистского мятежа на стороне республиканской армии. Яркая страница этих событий – участие в гражданской войне советских летчиков-добровольцев, в том числе Щелковских. Долгие годы информация о конфликте, в котором мятежники одержали победу, была засекречена. Малоизвестные страницы тех событий открыли на научно-практической конференции в Центральном музее ВВС. В ней приняли участие историки, научные сотрудники военных учреждений, ветераны военной дипломатической службы, представители международных организаций. Хотелось бы сказать от главы городского округа Щелкова Андрея Алексеевича Булгакова спасибо большое всем участникам этой конференции, пожелать успехов, выработать общие задачи и достичь те цели, которые поставлены на этой конференции. Участники конференции заседали под крыльями музейных экспонатов советских истребителей И-15 и И-16. Вот на таких и противостояли советские летчики авиации нацистской Германии и фашистской Италии. В Испании сражались не просто русские, советские люди, добровольцы, сразалась элита Красной Армии. В Испании только в авиационных делах участвовало более 850 пилотов, обслуживающего персонала, иноземного персонала, 772 летчика. К сожалению, 101 из них погиб. Они защищали не только интересы нашего государства, они защищали в первую очередь весь мир от нападков фашизма, который позволил бы угнетать все народы. На конференции обсудили исторический вклад советских летчиков в борьбу с фашизмом, ключевые моменты их участия в конфликте, а также влияние его итогов на дальнейшее развитие военной авиации. Воспоминаниями поделились потомки участников испанских событий. О важности сохранения исторической памяти и своей мемориальной работе говорили дипломаты. Фонд ветеранов дипломатической службы ведет большую работу в сотрудничестве с Испанской ассоциацией летчиков-республиканцев. Удалось найти и восстановить захоронение трех пилотов советских. Мы получили просьбу от наших испанских коллег помочь идентифицировать останки советского летчика, которые были найдены в мае прошлого года в Испании. Предположительно, речь идет об обстанках героя Советского Союза Алексея Романова. В ходе конференции в музее ВВС открыли выставку, посвященную боевой работе советской авиации в Испании. Там можно увидеть редкие документы, фотографии и экспонаты. Говоря об историческом вкладе Красной Армии в борьбу против фашизма в 30-е годы, нельзя не провести параллели с современными конфликтами. Фашизм опять поднял голову, и Россия опять на передовой этой борьбы. Ирина Микеда, Владислав Реус, Щелковское телевидение.